всем привет вы на канале татьяна ковальчук сегодня буду сеять очередные сорта томатов сибирскую сливку я уже посеяла такую плошечку сибирская сливка и посадила еще посеяла лентяйку посмотрела свое старое видео и что-то семена остались вот она лентяйка лентяйка оказалась совсем не лентяйкой но фитофтора ее любит так как семена остались я решила ее еще раз посеять плоды у нее как у бычьего сердца очень сочные вкусные так сейчас я буду сеять вот такие вот большой куш это не очень высокие можно для открытого грунта может для теплицы сибирский сад крупноплодный сибиряк долгое и продолжительное плодоношение хорошо хранится и дозаривается попробую его посадить несколько штучек так вот они мне замоченные алое положила не зря несколько капель капнула в кушинчик не водичка разведена туда как стимулятор добавила такое алое вот это у нас на такие диски замочила несколько штучек это большой куш вот такой приготовлен контейнер и подписан на большой куш с этой стороны посею вот сюда немножко буквально 6 штучек вот это уберем да диск мокрый семечки буду брать это пальчиком приклеивать хорошо видно на пальчики будут мокрые грязные а что делать так как я ни разу не выращивала на пробу 6 штучек какие-то зайдут какие-то может не зайдут все может быть закроем потом следующее вот этот утенок утенок это вот такие вот мелкие низкорослые я показывала что купила такие семена с высоким содержанием бета-карантина такой острый носик кругленькие высота куста 50 сантиметров хорошо завязывается и любых погодных условиях устойчив к фитофторозу меня это очень даже устраивает потому что у нас бывает очень дождевое лето поэтому это вторая сырость любит бороздочки сделала все заранее чтоб не отвлекать ваше внимание на пустяки на то что все прекрасно знают и умеет как делать бороздочки большой куш посеяла 6 штучек этих посею 8 штучек как они маленькие 50 сантиметров можно в ноги посадить к высокорослым быть ему сердцу которым не растет вот посеяли сейчас лопаткой аккуратненько так прикрою земелька мокрый бороздки я уже заранее пролила вот этим раствором с алоэ для томатиков сильно не буду их заглублять вот так помидорки посеяны так вот это место что у меня осталось я посею ценерарию такая ценерария у меня давно ее не выращивала как-то захотелось тут встретила в магазине купила вы знаете не написано присыпать землей или не присыпать землю семена я что-то уже и забыла поэтому высыпала блюдца семена вот такие не сильно крупные не сильно мелкие я решила что я их рассыплю по бороздке сделала вообще полностью рассыплю прям по земле и не буду присыпать может быть чуть-чуть просыплю слегка слегка совсем вот просто так хаотичном порядке зайдет какая не зайдет столько много мне конечно не надо много получилось вот так распределить где-то подцепиться в земельку где-то нет так вот пролью когда поливаем поверхностно 7 семена они как бы втягиваются водичкой втягиваются и заодно взбиваются в куче вот так сделаем и сейчас чуть-чуть земельки возьму припарашу слегка это точно не помню осмотрела что ты внимание не обращала как другие сеть цинировали вот так чуть-чуть и прижиму вот пускай на себе растет к этому берем и у меня еще остались два сорта томатов которые надо посеять то монгольский карлик и петруша огородник вот такой контейнер с разделителями очень удобно замачивать семена никогда не перепутаете и не потеряете так между двумя ватными дисками замачиваем это петруша огородник собранные с моих семян с моих томатов так свои семена так сюда берем на ручку ложим где что подписано что для перепутать у нас все не подписано у нас наклеечка пойдет вот отсюда я убираю петруша нас отсюда убрала и вот сюда наклеила два рядочка будет вот так на дворе дочка значит дворе . это будет петруша семян немного и замочила потому что мне много не надо я посею редко можно было оставить на подольше чтоб они сильно проклюнули носики но я не стала мне как раз посадочный день такой как я люблю по женским дням выращивать высевать все это так ведь посеяли так значит петруша у нас посеян в принципе могу сюда вначале еще несколько семечек положить семян у меня хватает так а вот здесь краешка будет у нас монгольский карлик монгольский карлик я не выращивала ни разу буду выращивать первый раз упаковочки у меня нету потому что семенами поделилась я отдала вместе с упаковочкой взялась я только несколько штук потому что как говорят что монгольский карлик лучше выращивать в открытом грунте открытый грунт я не практикую чему потому что еще раз говорю у нас погода непредсказуемая вот сюда была сеть монгольской карлик это что-то у него много получилось замочила все что есть семена будем делиться значит если все взойдут и будут лишние мы же любим насадить насадить потом кого-то угощать скажем так монгольского карлика рассада коренастая не вытягивается высокая не растет поэтому отличить легко от любого другого томата поэтому я сделаю что я сделаю сейчас вот придут до сея на и сюда две штучки в этот ряд которых не хватило мне подсею монгольского карлика вот так вот все теперь что осталось нам закрыть закрывая немножко так чтобы слезла потом это семенная коробочка когда они будут вылазить если сильно глубоко закрыть тяжело им будет пробиваться если мама прикрыть землей то вылезут вместе со шлемом вот нам это не хочется ни то ни другое хочется чтоб они зашли как положено земля у меня очень влажная рядочки все пролиты так чуть-чуть еще и сейчас эти все ложечки пакетик очень удобно все подписано вот такой пакет вставляю в этот пакетик закрываю и воздух есть и герметично и поставлю в теплое место и будем ждать пока когда появятся петельки первые и тогда это все поставим под лампу вот очередная посадка закончена спасибо что меня смотрели подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем всего доброго до свидания